Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться в данной ситуации. Вот, попробуем понять, что с вами происходит. И попробуем ответить на ваш вопрос, ответить на ваш запрос, который вы даете здесь. Вот, и, значит, соответственно, попробуем выработать модель вашего поведения. Значит, есть две страны. Есть две страны. А, первая страна — это вы. И, вторая страна — это, собственно, ваша подруга. Момент здесь какой? Во-первых, именно вас напрягает то, что подруга молчит всегда. Даже не подруга, а ваша знакома. Она молчит. Вас это напрягает, потому что вы сами хотели бы такого, ну, более активного общения. Да? Да? Наверное. С ней. С ней. Вот. А она вам этого не даёт. Она не предоставляет вам это. Соответственно, я думаю, что в данной ситуации вам необходимо в первую очередь для себя самой постараться определить этот момент. То есть, какой момент? Если вам нужно другое общение, если вам, если вы нуждаетесь в ином общении, то, соответственно, либо вы, ну, принимаете её вот такой, какая она есть, да, либо, соответственно, говорите ей о том, что вот вы знаете или ты знаешь. Меня не устраивает то, как мы с тобой общаемся, да, мне это не очень нравится. И, соответственно, мне кажется, что я тебе навязываю. Соответственно, давай проясним этот момент, пожалуйста. Потому что, ну, я хочу знать, что я тебе, там, например, нужна, или что я тебе интересно, например, и так далее. То есть, как бы, проясните для себя и её эти моменты. Проясните для себя и её эти аспекты. Чего хочет она? Чего хотите вы? Что важно ей? Что важно вам? Понимаете? В чём тонкость? Вот. Это первое. Далее. Почему вам тяжело? Почему вам неприятно? Что она так вот с вами взаимодействует? То есть, ну, как умеет, так и общается, как может, так и разговаривает. Почему вам это неприятно? Из-за чего именно вам тяжело воспринимать её так? Ведь, если я правильно понял, вы с ней подружились после того, как поддержали её. Ну и, соответственно, она же может быть и, ну, она может быть и не сблизилась бы с вами, если бы вы не были такой активны. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь сейчас, но если инициатива изначально исходила от вас, да, то странно немного, что вы теперь, как бы, ну, предъявляете претензии, что вот она ведёт себя так. То есть, здесь нужно вам самой определиться со своими вообще желаниями, со своими потребностями, которые есть у вас, чтобы адекватно их реализовать. Реализовывать эти потребности свои, конечно. И если человек может вам это дать, то принимайте эти, ну, принимайте то, что он может дать. Если он вам не может дать то, что вам нужно, соответственно, либо получайте это от другого, либо самостоятельно реализуйте, либо прекратите общение с этим человеком. Понимаете? Какая тонкость здесь. Далее. Что касается её. Она типичный интроверт, человек, который в себе, человек, который ориентирован на себя, ну, на внутренний мир свой, как бы. И, соответственно, просто не привык общаться с той интенсивностью, с какой вам бы хотелось. Чтобы он общался. И в этом нет ничего плохого. В этом нет ничего аномального. Это просто тип личности. Личности. Такой. Человек. Ну, человек. У человека такой тип личности. Вот. И всё. И, соответственно, вы либо принимаете его, либо нет. Она бы и рада, может быть, спасибо вам, там, сказать. Она, может быть, и рада была бы с вами пообщаться. Но она не умеет. Не может. Не привыкла, как бы. Вот. Просто не привыкла. Понимаете? И... Вы не будете её учить. Вы не будете её как-то воспитывать, да? Там, ну, перевоспитывать её. Вряд ли. Поэтому я думаю, что она принимает вас. Она помогает вам. Она, там, там, ну, делает что-то для вас. То, что может. То, что в её силах. Как бы. Вот. Ну, а вы старайтесь сделать то, что в ваших силах. То, что вы можете сделать. То, что в ваших возможностях. Вот. И... И всё. Это единственное, что вы можете сделать по факту. По факту. Не будете же вы её перевоспитывать, правильно? Опять-таки говорю. То есть ориентироваться нужно здесь на ту форму поведения. На ту модель поведения. Которая устраивала бы и вас, и её. То есть если, если, ей чего-то хочется. Если ей какое-то общение комфортно. То дайте его ей. Я не думаю, что это, это сложно будет для вас. Но. Только. Обязательно. С учётом. Своих интересов. И с учётом того, как комфортно вам. Она хочет получать. Окей. Пусть молчит. Общайтесь с ней ровно столько, чтобы вам было комфортно тоже. И как только чувствуете, что общение перестаёт быть для вас комфортным. Сразу прекращайте его. И всё. Я думаю, что если вы будете до человека доносить такую вот простую истину. Что вы принимаете её, но общаетесь с ней в рамках своих интересов. То очень быстро вы придёте к той форме взаимодействия, которая устроила бы вас обеих. Но. В момент какой. Вы. Сказали о том. Что с одной стороны. Вроде как вы не хотите ей навязываться. То есть почувствовали, что навязываетесь ей. Вот. А с другой стороны. С другой стороны. Вы говорите, что она всё время молчит и что вам это неприятно. Так получается, что либо вы как-то не уверены в себе. Раз считаете, что вы ей навязываете. И тогда это ваша проблема. Нужно разбираться, почему вы в себе не уверены. Либо, либо вы ради чего-то терпите взаимодействие с ней, общение с ней. И у этого тоже, у этого тоже должны быть свои причины. То есть. Зачем. Зачем. Ага. Терпите её. Зачем вы. Терпите её. Терпите общение. С. Эм. Тем человеком. Который вам не подущая. Для чего? Ведь общение же, радость должно приносить правильно. А у вас получается, что это не радость, а испытание какое-то. Вот. И это уже вопрос к вам. Почему вы, общение с человеком, ээээ, как бы, воспринимаете, как некую, некую такую, обязаловку. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.